Имя летчика-испытателя Анатолия Михайловича Власова, жители деревни Ульянова, чтят многие годы. Почти 40 лет назад он героически погиб, уводя неуправляемый самолет как можно дальше от домов, школы, железной дороги. Ценой собственной жизни Анатолий Михайлович спас десятки других. Почти четыре десятилетия стоит на окраине деревни памятник майору Власову. В этом году силами энтузиастов мемориал преобразился. Что было сделано и как проходил митинг в память о героическом летчике, вы узнаете из нашего следующего репортажа. В субботу 3 сентября митинг на окраине деревни Ульянова собрал десятки людей. Столь многолюдные мероприятия у памятника летчику-испытателю Анатолию Власову проводятся впервые за многие годы. Инициаторами выступали активисты Борской организации «Ветераны и инвалиды боевых действий». Нынешним летом они провели работы по благоустройству мемориала. В прошлом году однажды с Александром Стройковым мы поехали в эту сторону по делам организации. И я ему сказал, Саша, пойдем, я тебе покажу одно место, от которого у меня душа болит просто. И мы завернули сюда. Я ему показал, он посмотрел, да, действительно такое плачевное состояние, заброшенное. Ну и я сразу в его глазах прочитал, что будет здесь все по-другому. Работы активисты общества «Ветеранов» начали в июне и закончили в июле месяце. Вместо проржавевшей оградки вокруг заросшего травой памятника появилась благоустроенная площадка. С соблюдением всех технологий проложили дорожки и засыпали их гравием. Посильные работы выполняли сами, как говорится, всем миром. Строительные материалы и технику безвозмездно предоставили ветеранам спонсоры – борские и нижегородские предприятия. Впереди завершающий этап благоустройства. Планируется облицевать, основание памятника облицевать, посадить деревца обязательно, сделать аллею. По возможности установим столбики с цепочками. То есть все, чтобы выглядело идеально. Разительные перемены у мемориала радуют глаз. Особые чувства они вызывают у родственников Анатолия Власова и продолжателей его дела. Я не могла даже держаться настолько все торжественно и удивилась. Всем так благодарна. Видел бы все это, Толя, может, и видит все это. И все ребята, летчики, все порадовались за все за это, за внимание к летчикам. Спасибо всем. Все эти ветераны молодцы, просто молодцы. Моя душа радуется за то, что все-таки не просто этот памятник здесь стоит, а все-таки помнят человека и воздают ему честь. Почти 39 лет прошло с того рокового ноябрьского дня, когда летчик Анатолий Власов погиб, спасая жителей деревни. Опытный летчик-испытатель авиационного завода «Сокол» майор Власов проводил свой очередной полет. Неожиданно на самолете отказало рулевое управление. Машина начала падать прямо на деревню. Пилот ценой собственной жизни увел самолет в поле. Но очевидцы того взрыва до сих пор вспоминают те минуты с дрожью в голосе. Было очень, очень жутко, очень волнительно. Был такой страшный гул, раздался такой страшный, страшный, страшный гул, и все. И все, и взрыв, страшнейший взрыв. Я очень благодарю Анатолию Михайловичу за спасение нашей деревни, и я буду молиться за его всю свою оставшуюся жизнь. У него заклинила ручка управления. Она ни туда, ни сюда. И даже вот когда смотрели место гибели, нашли ручку управления, она зажата у него в руке была. Вот так крепко он держал эту ручку. Хотел вывезти самолет. Именно эту ручку в Дарборскому музею преподнесла вдова героя Альбина Власова, а также личные часы летчика, найденные на месте гибели. И хотя их стрелки навсегда замерли и показывают точное время трагедии, казалось, что во время минуты молчания именно они отсчитывали скорбный ритм. На празднике присутствовали гости, сотрудники авиационного завода «Сокол». Кто-то стоял у стеллы, а кто-то в прямом смысле слова парил в облаках. Во время митинга четверо парашютистов завода «Сокол» совершили памятный прыжок в честь погибшего испытателя. Мы хотим засвидетельствовать свое почтение и дань уважения отдать погибшим летчикам. Тем более сам я являюсь парашютистным спасателем на том же заводе. Поэтому дань памяти, дань уважения. Говорят, что летчики не умирают, они улетают навсегда. Летчик-испытатель Анатолий Власов улетел навсегда в далеком 77-м году. Но память о его героическом поступке жива и будет жить еще долгие годы, пока стоит мемориал на Борской земле. И пока приносят цветы к его подножью потомки тех, кому спас жизнь майор Власов. Наталья Есеняева, Андрей Суворов. Новости 19.32.